Главной темой обсуждения стала подготовка к отопительному сезону. По мнению Кондратьева, чтобы пройти его без сбоев, нужно в разы нарастить стемпы модернизации коммунальных сетей. Решить эту задачу возможно за счет соглашений с инвесторами. Еще один немаловажный вопрос, на котором заострил внимание глава Кубани – это паспорта готовности муниципалитетов к зиме. Это и проверка не только котельных и теплосетей, но и центральная система отопления в многоквартирных домах. В прошлом году этот экзамен не смогли пройти сразу несколько районов. В тех районах, где уже прошли проверки, только 39 домов получили паспорта готовности. Есть муниципалиты, где эта работа вообще не велась. Кущевский, Ленинградский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, Услабинский, Щербиновский районы. Такое ощущение, что вы надеетесь, что зимы у вас не будет. Знаете, зима будет даже в Сочи, в Геленджике, в Туапсе и в Анапе. А эти районы, которые я перечислил, там тем более будет зима. Поэтому надеяться здесь ни на кого не нужно, кроме как на самих, на себя. Работу необходимо завершить до 1 октября, чтобы мы четко могли понимать, что мы готовы. И к этому сроку все муниципалиты обязаны, еще раз подчеркиваю, обязаны получить паспорта готовности. В этом сезоне тех, кто не получил паспорта готовности к отопительному сезону просто не будет. Глава муниципалитетов Вениамин Кондратьев также поручил выяснить, сколько в их районах многодетных и малообеспеченных семей, а также домов, где живут инвалиды и ветераны Великой Отечественной. И распорядился помочь этой категории граждан с запасами угля и дров.